МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «По сути дела». И сегодня поговорим о музыке. По итогам прошлого года самым массовым направлением в мире стал хип-хоп, а самым популярным исполнителем в России – Моргенштерн. Но наш выпуск о старом добром роке. И вообще, старый ли он, жив ли в Курске? Попробуем разобраться. Мы находимся в клубе «Убежище 13». Это одна из немногих площадок в нашем городе, где проводятся рок-концерты. О том, как в целом обстоят дела в индустрии, поговорим с известным в Курске организатором рок-концертов Вячеславом Казанцевым. Вячеслав, здравствуйте! Здравствуйте! Первый и самый важный вопрос, простите. Курский рок жив? Да, куда ему деться? Любой человек, который взял гитару, он играет музыку. Ну, он может называться бардом, он может называться рокером. Назовем так. Живая музыка в Курске все еще жива. Там, там, та-да-дам, там, та-да-дам, там, та-да-дам, там, та-да-дам, где, где живут боги. Мы находимся в самом настоящем андеграундном гараже, где репетирует наша группа «Сварок». Встретил нас лидер коллектива Сергей Панасенко. Сергей, расскажите, как и когда появилась ваша группа? Собрались мы в 98-м году на территории завода КЖПА. Мы там все работали, а кто не работал, того подтащили, устроили. Сергей Лобанов, гитара, соло. Алексей Погромский, гитара. Виталий Зиновьев, флейта. Максим Адамов, бас. Маша Ярославкина. Она, конечно, говорила. Ну, комарка, что за окрым залом, все по классической схеме. И девочка на ее некий. И настоящий рок, рок-н-ролл, он всегда подпольный, всегда или в подвале, или в гараже. Мы начинали, лично наша группа, да, в ДКЖД еще там клуб «Аристон» тогда был, пока какой-то такой музыкальный капитал себе не наработали. Ну, а потом уже, да, нас потихоньку стали звать, приглашать. Многие люди моего возраста застали прекрасный клуб «Оборвалок», и целое, с этим связано много воспоминаний, там, дай бог, а в какое-то время, наверное, вся рок-движуха вот эта там происходила, непосредственно иметь и к этому отношение. Как вообще возникла эта идея? Клубом это стало уже впоследствии, когда много людей начало посещать квартирники, ну, то есть рекорды квартирников, когда в моей квартире, съемной на КЗТЗ, было порядка 50 человек единовременно на акустическом мероприятии. Наверное, золотое время «Оборвалка» это 100 квадратных метров на Косухино, возле автошколы. Мы ничего не были никому должны, платили минимальную аренду, просто делали концерты, кайфовали от этого. Многие клубы закрылись, известное наше место, баре. Есть ли сейчас вообще места, где можно выступить перед публикой? Ой, я проблем вообще не вижу в этом, потому что святое место пусто не бывает. Закрылись баре, закрылись, закрылись. Оборвал давно, да? Уже. Ну, у нас есть места, например, Redstone есть такое место. Вот любители поиграть в акустику туда перешли из бары. Есть у нас Черчилль, есть у нас Серебряная фабрика. Но места есть, почему нет? Все нормально. Как, на твой взгляд, наше радио помогает молодым исполнителям? Вы как опытные участники конкурса «Музвыборы» дважды группа «Гидера» побеждала. Были ли какие-то бонусы, преференции от участия в этом конкурсе? Ну, смотри, в этом году нам дали приз большой, бесплатную запись на студии. То есть сейчас записывать не так уж дешево. То есть это приз действительно такой серьезный. Большое им спасибо. Вообще, наше радио, именно в Курске наше радио музыкантам нашим дает пинка. Дело в том, что они пытаются тащить из Курского болота вот этого вот нашего унылого бегемота музыкального. И они как бы говорят, видишь, Саша, у тебя песня хорошая, но у Васи лучше. Пытайся сделать лучше, пытайся сыграть лучше. Вот как бы они создают конкурс, они создают конкуренцию. Сегодня среда и на нашем «Музыкальные выборы». Музыборы. Претендент на звание «Песня снего». Фишка именно нашего радио в Курске то, что мы продвигаем наших местных музыкантов, не только курских, но и группы из Железногорска у нас есть в эфире, и из районов, и из Курчатова. Каждый месяц мы выбираем песню месяца в нашей закрытой группе «Музыкальные выборы». Там идет голосование среди слушателей. В конце года победители каждого месяца в финальном участвуют в голосовании, и мы выбираем песню года. У нас бытует такое мнение, что Воронеж – столица рогов, да, в Черноземье. А как можно курский потенциал оценить в этом плане, вот и музыкантов, и публики? Скажем так, Воронеж из-за того, что миллионный город, там на концерты ходят в разы больше людей, соответственно, чем в Курске. А в плане вклада в музыку я бы поспорю, потому что я мало знаю воронежских музыкантов, которые прям вот внесли-внесли какой-то вот вклад именно в рок-музыки, и они сейчас на слуху. Курских могу назвать. Но мы же все слышим «План Ломоносова», это наш Денис Храм их играет. Из волны «Верните мне мой 2007-й», почему-то «Терпимость ноль» до сих пор не забыли, она поет. Есть барабанщица Оля Долгополова, она успела поиграть и у Линды, и еще там у нескольких команд. Это нашего Емельянова ученица, то есть это тоже у нас наш Антон Серебренников, он в качестве сессионного музыканта переиграл в очень большом количестве команд. Сейчас у него студия своя. Расскажите о выступлении в Германии, что это было за фестиваль, как вам удалось так удачно выступить на нем? Бай-Мюзик фестиваль. Это линия Шпайр-Курск, он же город-побратим наш. И у них там вот это мероприятие большое, там 9 стран участников. Франция, Италия, Бельгия, Дания, Россия, Германия, Финны. Мы побывали только в трех городах, а потом виза у нас кончилась. Мы на тот момент шли на втором месте по голосованию. Вообще, конечно, было стрёмно. Потому что, ну, и ребята, причем, ну, все как-то на лоза, что там все такие упакованные, там, это же вот этот представитель группы Скорпионов, там какая-то фирма, ну, фирма-аудио, спонсор был. Мы приехали с одной педалькой, там, у барабанчика две палочки, там, ну, это как вспомнил. Ну, и домой приехали в холодный Курск, зима, там уже, ну, как у нас в апреле, так, в середине апреля в турчик ходить, а сюда приехали, вернулись, февраль месяц. Ну, и теперь зима, что-то посмотрели, ни машины такси, ни машины с цветами нету. Взяли свои гитарки, рюкзаки на плечи бросали, ну, и пошли через переходной мост пешком домой на Муреновку. Везде засилие кавер-групп, ну, потому что они востребованы. Все, люди, которые приходят отдыхать, им, наверное, не очень интересно слушать какую-то авторскую музыку, которую они никогда, в принципе, возможно, и не слышали, и не видели. Особенность нашего конкурса в том, что все группы, которые у нас в нем участвуют, и по условиям, да, то есть они выступают со своими собственными композициями. Предположим, группа Гидера не играет кавер-версии, хотя вот ребят, который у нас, Саша Кореневский, побеждал два раза, да, но при этом он вполне может где-то наверняка выступить и отыграть, не знаю, с песнями Олега Митяева, ну, условно говоря. Но они пока до этого не опускаются. Ну, вот по ощущениям, если взять, там, допустим, пять лет назад, нет такого чувства, что было как-то больше этих мероприятий роковых, чем сейчас? Нет, такого чувства нет. Дело в том, что был бы хороший материал, люди бы отзывались. Вот этого вот у нас, знаете, как сказать, музыки, может, у нас в Курске и хватает музыкантов. У нас начинает не хватать слушателей. Раньше музыкантов было меньше. Поэтому, когда, если где-то какой-то концерт был, там обычно, ну, четверть города собиралась. Сейчас, конечно, музыкантов много. И публика избалованная. Раньше было какое-то, было больше разнообразие, ну, то, что касается вот из того, что люди играли. Сейчас они, ну, как-то зациклены на каком-то одном формате, в котором они пытаются играть. И большинство играет в таком, ну, какой-то вот полубарт, полурок, что-то такое. В процессе съемок мы задались вопросом, насколько вообще рок популярен среди нашей аудитории. Опрос в соцсетях показал, что это направление слушают 44% участников. А еще выяснилось, что романтика игры в гараже не пропала и среди молодых музыкантов. Просто носишь на уровне, ну, кроме него, он самый последний. К нам пришел. И мы в восемнадцатом году, в семнадцатом году. Мы закипели в семнадцатом году, наверное. У нас, простите, почти ничего не было тут. Он по бочкам всяким стучал. Да, с чего мы начинали. Это Элхо играл через советский магнитофон, а я стучал по тумбочке и маленькой железной бочке. Какими-то огрызками. Получается, вот самое пик, самое лучшее, что у нас получается. План у вас какие-то там перспективы, там, альбом, там, выпустили? Да, соседично. Глобально порвать, а сию на этом. Сейчас, я так понимаю, концертов организуется, ну, лично, да, там, вами меньше. Но вот вообще рок, что в жизни представляет? Это все-таки работа, стиль жизни, музыка? Как это вот можно как-то это сформулировать? Вкратце, это уже давно стиль жизни. Концерты, это сейчас как хобби. И хобби это происходит, ну, так тяжело. Изредка больше акустика. А так, стиль жизни, ну, как бы все написано. А вот так написано еще больше. Ну, это больше, чем хобби, скажем. Не прям профессиональное что-то, но больше, чем хобби. Это как наркотик, потому что... Да что, дома-то у меня гитара есть, я всегда играл. Но вот не хватает вот этого коллектива. Не хватает все-таки публики, не хватает. Потому что, когда ты стоишь перед залом, ты туда энергию. Оттуда, если ты еще хорошо, удачно сыграл, грамотно, красиво. А оттуда в 10 раз больше. Это никакой женщины не надо. Это такой экстаз, доложу я вам. Мне кажется, это вообще моя жизнь. Если бы я не писал песни, нет, скажу по-другому, я их не могу не писать. Я бы, наверное, давно уже это бросил бы, потому что это особо денег не приносит, ничего. Ну, песни пишутся, а я не могу писать их в стол. То есть я их давно уже в стол не пишу. То есть надо их кому-то показать. То есть надо записать и сыграть на концерте. Ну, этим я живу. Тогда, когда закончится нефть, Тогда, когда закончится газ, Нас не будет жить, Но будет жить песня про нас. Эй!